Встреча с Александром Жучковским, замечательнейшим публицистом. Российский националист Александр Жучковский не только публицист, но и по совместительству боевик ДНР. Легендарное подразделение Новороссии Александр Жучковский. А также фанатик, не скрывающий откровенно нацистских взглядов. Как раз Донбасс, Новороссия, сегодня это форпост, пластарм борьбы за интересы русской нации. Не так давно террорист дал волю графоманству и написал книгу «85 дней Славенска». Замысел книги возник где-то в году 2016. И не столько о славянске хотелось написать, сколько обо всем, что я пережил, что я наблюдал в эти годы. Как на духу боевик Жучковский в своей книге выкладывает все то, что РФ отрицает почти пять лет. Россия все-таки пришлось вводить войска, хоть и неофициально. Сделая это Москва в конце июня-начале июля, то Славянск до сих пор был бы под русским флагом. Александр Жучковский, боевик ДНР в своей книге «85 дней Славенска». Это пишет человек, непосредственно принимавший участие в событиях. Дальше больше. Надеяться на деблокаду Славянска силами ДНР было бессмыслено. Совокупные силы ополчения в ДНР были едва ли больше славянского гарнизона. Но даже из этих ничтожных сил половина наверняка были гостями из-за поребрика. Такая вот гражданская война. Полномасштабная гражданская война. Это будет гражданская война. Не забыл Жучковский рассказать и о снабжении техникой из РФ. Той самой, которая якобы трофейная. Бронетехника приходила с большой земли на границу, где ее забирали представители четырех военных сил ДНР того времени. От Оплота – Захарченко. От Востока – Ходоковский. От гарнизона Горловки – Безлер. От гарнизона Славянска – Дубинский – Хмурый. Конечно, самим украинцам Жучковский не открыл ничего нового. Но в отличие от постов в социальных сетях, книга – все же документ, который остается в истории. И вот эта вот его книжка про его геройские дни, когда они в мирной стране устраивали ад, кошмар, кровь и грязь, споротые животы и весь этот ужас нечеловеческий. Он считает, что это вот его такой момент истины, момент осуществления его предназначения. Есть спрос на правду, на реальное, подлинное отображение этих событий. Благодаря тщеславию боевика теперь для суда в Гаге есть еще одно документальное свидетельство того, что война на востоке Украины – это чистой воды военная агрессия соседнего государства. Это может стать подспорьем для следователей на грядущем трибунале. Сегодня нежелание жить в оккупированном Донбассе для тех, кто боролся за русский мир, становится тенденцией. Очень часто понятие родной язык и государственный язык отриспляются, на мой взгляд, не очень компетентными исследователями. Знакомьтесь, Ирина Зайцева – одиозная луганская украинофобка, экс-проректор Луганского института культуры и замминистра образования при Януковиче. Боролась с киевским фашизмом, когда это еще не было трендом. Деяльность ОУН, утворение УПА, вызволение Украины, тема 26, я из документа цитуюсь. И еще тема, которая тоже относится боротьба ОУН и УПА, политика идеологичная и культурная жизнь Украины. Там есть тестовые задания, которые относятся и перелеченных личностей. В Луганском университете культуры Зайцева перевела преподавание истории Украины и истории украинской культуры с украинского языка на русский, а затем и вовсе предложила филологам преподавать украинский язык на русском. Никакого противостояния между родным и русским и государственным языком в Украине не существует. Уехать из Луганска Ирина успела еще до войны. Долгое время жила в Киеве, но и оттуда защищала ущемленный русский язык как могла. Я депутат Луганского областного совета. 17 сентября в Луганске состоялась сессия областного совета, где был утвержден статус русского языка регионального. Казалось бы, когда русский мир пришел в родной Луганск, Зайцева должна была помчаться на помощь молодой республике. Но нет. Через время поборница русского мира всплыла в белорусском Витебске. В Витебском университете на руководящую должность назначили поборницу русского мира, которую с позором уволили в Киеве. В университете она уже ознаменовалась проведением семинара, посвященного Дню родного языка. При этом родным языком был назван русский. Пишет издание «Аргумент». Для дамы, которые все-таки по культурке, это, наверное, такое комфортное место проживания. С одной стороны, там можно смотреть русский телевизор, а с другой стороны, можно не вступать в контакты с российской властью, которая, кроме того, что бессмысленная и беспощадная. Все больше сторонников террористической ДНР пока еще аккуратно, но уже высказывают разочарование и усталость. Это видео из оккупированного Новоазовска. Далеко не все хорошо, мягко говоря. Тут ощущение такого безвремени, такого застывшего. Все ждут, скорее бы это все кончилось. Поскорее бы. Мирно именно. Такое ощущение, что местные говорят, что оно будет длиться вечно. И тут же сепаратист делает поправочку. Конечно, не все плохо. Улицы пустые. Но говорят, что все плохо, неправильно. Нет, люди живут, выживают. Выживают – это правильное слово. А еще, судя по сообщениям в соцсетях, многие жители Ордло наконец начинают прозревать. Достало уже этот шлак слушать. Враг, враг. С утра в районе девяти наши скалиновки по огольме раз пять с чего-то тяжелого дали. А пишут враг. Получается, мы сами себе враги. Такая ложь чудовищная, которая приводит к полному трате доверия к словам тех, у кого есть способность рационально мыслить. И только в сытом мире кремлевских марионеток в оккупированном Донбассе все хорошо. Причем настолько, что украинские студенты якобы спят и видят, как бы получить диплом мифической ЛНР. В этом году запускаем сразу три молодежных проекта. Уже получили большой отклик от студентов из Украины. Они хотят не только учиться в республике, но и работать на благо ЛНР. В то же время местные так называемые чиновники на сепаратистском телевидении вещают об успехах промышленности. ЛНР и пророчат скорый экономический прорыв. Планируется увеличение объема добычи угля на 8%, в том числе государственными предприятиями на 40%. В республике продолжается восстановление производственной инфраструктуры. На всех территориях, которые захвачены Россией, процветает бедность, голод. В то же время по телевизору мы видим радужную картинку оккупан, который рассказывает, как же все прекрасно. А чтобы граждане не интересовались, почему сказочный рост производства никак не влияет на их тощие кошельки, тут взялись за правильное воспитание. И главный удар, как всегда, приходится на школьников. Ты моя копать, а людей седрить должна. Живи, 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 республика родная. Живи, 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 живи моя страна. Военная форма на детях, прославление террористической республики, кричевки и лозунги в духе махрового совка. На дворе 19-й, и это масштабная битва агитбригад фейковой ЛНР. Совесть и честь, и родного народа признание. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в городах и районах республики, и один представитель от города или района приезжает на второй заключительный республиканский тур. Такому масштабу откровенной пропаганды в СССР могли только позавидовать. У нас сегодня 14 агитбригад. Это старшеклассники. Восьмой, одиннадцатый класс. По детскому сознанию в оккупации буквально проезжают катком лжи. И промывка мозгов, воспитание так называемого патриотического поколения начинается фактически с пеленок. Чего, кстати, не было даже в Советском Союзе. Не отставать в пропагандистском угаре решили и фейковый ДНР. В социальные сети накануне попало видео, на котором группа подростков греет руки у вечного огня в сквере павших коммунаров. В Донецке. Очевидно, не самый умный поступок подростков заклеймили всем миром. Большинство считают подобное поведение актом вандализма. Те знаки и символы, которые в Советском Союзе были просто для галочки, ну потому что так нужно, они стоят. И к финалу Советского Союза они уже утратили свое изначальное значение. Когда ты активно строишь СССР 2.0, то ты как бы возвращаешь вот этим вот символом глубокой советской стороны их вот эту вот вирулентность, боевитость и, не побоюсь этого слова, квазисакральное значение. Местные пропагандисты устроили злостным вандалам настоящее партсобрание. Сознательное осквернение памяти павших. Сначала журналистка в красках описала оскверненную святыню. На самом монументе золотом высечены слова «борцам за советскую власть», а у подножия полыхает вечный огонь. Затем в роли осуждающих членов КПСС выступили прохожие. Кто им такое сказал сделать? Не, ну это ненормально то, что так делают. Это значит то, что им не объяснили. Очевидно, что люди даже не понимают, что обелиск увековечивает борцов, павших за советскую власть во время гражданской войны. И это далеко не те деды, которые воевали. И мы должны к этому относиться очень серьезно, чтобы будущее понимали, что не зря наши деды отвоевывали и стояли за это все. И такие пятиминутки ненависти буквально на ровном месте сегодня стали обычной практикой местного Сепар-ТВ. Территория безвремения, где люди только и ждут, когда все вернется на круги своя. Серая зона, в которой нельзя жить, а можно только выживать. Зрелища и пропаганда вместо хлеба. Слушай, громкие, добру и справедливости! А самое главное, те, кто боролся за русский мир, кто обрек миллионы людей на страдания, скитания и страх, сегодня сами не желают собачьей жизни в Ордло и бегут как можно дальше от молодых республик. Редактор субтитров А.Семкин